Добрый день уважаемые коллеги, с вами Виктор Паньков. Сегодня 26 января и мы начинаем математический анализ валютного рынка Forex. S&P 500 в целом ведет себя пока согласно основного сценария. Видим, что есть у нас реакции на наши ключевые уровни. Вчера предприняли мы попытку пробиться вниз, но тут же отскочили обратно. И пока сейчас удерживаемся выше вот этого флетового накопления. Здесь у нас в свое время образуется еще одно флетовое накопление, которое в принципе мы можем считать как накопление с уменьшающейся амплитудой, но тем не менее отметить его, чтобы иметь в виду. И здесь у нас будет с вами идея следующая. Это отскок от нижней границы снова и поход вверх с выходом за накопление в восходящем направлении и тест зоны 38, 91, 89, 39, 05, 15. Далее уже после того, как мы оттестируем эту зону, вполне возможен возврат с ретестом зеркального уровня и дальнейший поход вверх к нашим дальним целям уровень 40, 13, 47. В случае же, если мы все-таки будем снижаться вниз, поскольку ключевые уровни здесь у нас уже тестированы, тестированы достаточно неплохо, то вряд ли они смогут удержать цену. И поэтому цена с большей вероятностью пойдет вниз к нашей нижней зоне. Это 37, 35, 82, 37, 46, 77. Евро-доллар вчера скорректировался в нисходящем направлении. Видим, что были у нас реакции на оба ключевых уровня. Реакции достаточно неплохие, то есть порядка 20 пунктов с каждого такого отскока можно было забрать. Пока что сейчас цена не показывает намерение перебивать локальный максимум. Все еще остается в рамках вчерашнего дня, поэтому будем ожидать основного сценария следующего. Это снижение в область 1,2080, 1,2089 и затем уже разворот и поход в восходящем направлении. Если же с текущих позиций мы пойдем наверх, то с большей вероятностью после закрепления выше вот этой котировки можно будет рассматривать основную идею как восходящую. Это у нас котировка 1,2159. Ну или 1,2160, можете себе пометить этот круглый уровень. Собственно, если мы закрепляемся выше него с текущих позиций, то здесь можно смело входить в байс. Это идеи достижения ранее отмеченных целей. 1,2237 наш ближайший уровень. Фунт доллар также продолжает идти в рамках сценария. Вчера мы не прошли уровень поддержки и сопротивления, скорректировались в нисходящем направлении. Движение получилось неплохим, порядка 50 пунктов. И сейчас продолжаем придерживаться краткосрочного южного направления. Ближайшая цель снизу 1,3619 и дальше идет целевой диапазон 1,3583-1,3602. Уже после того, как мы тестируем эти цели, у нас возможен разворот и поход в восходящем направлении. Однако будьте внимательны, если тестирование этих зон будет импульсным, то вполне возможно, что мы закрепимся ниже трендовой линии и пойдем к нашим более дальним целям снизу. Это 1,3453-1,3475. Альтернативный сценарий это поход вверх. Здесь можете смело пользоваться отложенными ордерами лимитными. И нас здесь будет интересовать вот этот уровень 1,3751 и вот этот целевой диапазон 1,3768-1,3787. Они у нас как раз попадают в логику структурного движения цены в восходящем направлении. Однако все-таки вот такой затяжной флэт еще и с уменьшающейся амплитудой может свидетельствовать о том, что до этих границ, до верхних мы не дойдем. То есть дойдем где-то примерно вот до этой зоны, может быть даже где-то вот до этой зоны. И отсюда уже скорректируемся в нисходящем направлении с пробоем трендовой линии. Доллар японская иена вчера предпринял попытку прорыва линии сопротивления, однако видим, что импульсно вернулись обратно, поэтому сейчас остаемся пока в пределах треугольника. При этом мы оттестировали уровень минимальной коррекции 103,670, поэтому основная идея у нас пока остается неясной. Все-таки верхнюю границу мы не прошли, нижнюю тоже не прошли, находимся как бы между двух огней. Поэтому можете себе отметить границы движения цены. Сверху это 103,998,104,047 и снизу это сперва ключевой уровень 103,538 и далее 103,432, 103,471 ключевой диапазон. Собственно сегодня будем наблюдать куда же все-таки пойдет цена, в какую сторону мы будем выходить. Но учитывая характер вот этого движения, то есть как мы бодренько вернулись назад, скорее всего перевес в данный момент на этой активе находится за медведями, поэтому будем ожидать движения вниз. Доллар канадец прошел по нашему сценарию в восходящем направлении, оттестировал верхнюю границу трендового канала, скорректировался и сейчас уже пошел на ее пробой. Поэтому сейчас придерживаемся сценария на пробой и продолжение движения в восходящем направлении. Ближайшая цель 1,28,26,1,28,38. Также в случае возврата под трендовую линию у нас возможен отскок от ключевых уровней. Мы их немножко подтянули 1,26,96,1,26,55. Но это в случае, если мы именно будем возвращаться в трендовый канал. А пока уже с текущих позиций имеет место быть идея заключения сделок в лонг с целью достижения вот этого диапазончика ближайшего и далее тех, которые у нас не отработали ранее. В случае похода вниз и закреплений ниже уровня 1,26,55 цену стоит ожидать в районе 1,25,73-1,25,87. Это ключевой диапазон нижний и он примерно соответствует нижней границе трендового канала. Поэтому здесь в принципе может получиться какая-то реакция, либо разворот и продолжение движения в тренде. Доллар-франк все-таки после болтанки отработал ту фигуру, про которую мы с вами говорили. Причем отработал, как мы видим, полностью. Закрыл полностью этот срыв, который имел место быть пару торговых дней назад. При этом на каждый ключевой уровень, как мы видим, была реакция. Тем не менее, цена пока не идет вниз, продолжает идти в восходящем направлении. Поэтому здесь вполне возможно, что данную трендовую линию мы будем перебивать, закрепляться выше и идти все-таки к нашим верхним целям. Ближайшая цель 0,8936. После закрепления выше уровня 0,8890 рекомендуется сразу же принимать решение по покупке данного актива. В случае, если мы будем снижаться и закрепляться ниже уровня 0,8873, тогда уже у нас тенденция будет неясная. И здесь лучше придерживаться южного направления, поскольку именно в эту сторону у нас изначально пыталась цена выскочить. Здесь нас будет интересовать диапазон 0,8813-0,8825. Но, в принципе, учитывая характер этого флетового движения, за последние несколько дней у нас цели здесь давно не менялись. Поэтому у вас они должны быть отмечены. Австралиец доллар. После вчерашнего пробития трендовой линии продолжает нисходящее движение. Здесь мы ожидаем дальнейшего спуска цены к ключевому диапазону 0,7647-0,7658. Обратите внимание, что здесь у нас достаточно много стоп-лоссов участников рынка находится. Поэтому туда цена будет стремиться для того, чтобы эти стоп-лоссы собрать. Здесь же мы можем оттестировать наш ключевой уровень 0,7640, от которого уже вполне возможно какая-то более глубокая коррекция и дальнейшее продолжение восходящего движения. То есть пока сценарий у нас именно такой. Обратите также внимание, что если с текущих позиций не перебьем мы локальный минимум, а пойдем в восходящем направлении, будем закрепляться выше трендовой линии, тогда пойдем к верхним целям. Здесь нас будет интересовать уровень 0,7772-0,7778. Новозеландец доллар продолжает флетовое движение. Здесь не совсем ясная ситуация, в отличие от австралийца. То есть мы вроде как и сперва пробили трендовую линию, затем возвратились на нее, несколько раз оттестировали. Сейчас уже третий раз к ней подходим. Поэтому вполне возможно, что сейчас на третий раз она будет пробита. Но далеко нам здесь упасть не получится. Ближайшие, во-первых, цели находятся на уровне 0,7160. Это стоп-лоссы участников рынка. От них, возможно, какая-то уже коррекция или реакция цены. И далее здесь находится ключевой уровень 0,7153 и диапазон 0,7130-0,7141. Поэтому здесь ожидаем сценарий следующий. Пробой трендовой линии. Дальше отскок с закреплением. Поход вниз. И здесь ищем какой-то разворотный либо паттерн, либо просто разворотный момент. Может быть, какой-то паттерн price action. И работаем в восходящем направлении к нашим верхним целям. Здесь у нас есть неотработанные границы. Во-первых, это вновь образованный уровень 0,7234 вместе с диапазоном ближайшим. И также еще уровень 0,7261 и диапазон 0,7279-0,7298. Золото также продолжает блуждать во флете. Здесь мы также имеем границы с обеих сторон. Причем здесь следует отметить такой факт, что у нас характер движения по золоту сейчас с уменьшением амплитуды. Здесь, как мы видим, у нас цена потихоньку запирается вокруг вот этих границ. И, скорее всего, сегодня-завтра у нас произойдет какая-то развязка. Поэтому здесь у нас возможны два сценария, как обычно. То есть, либо это будет импульсный выход вниз, сбор нижней ликвидности и затем поход в восходящем направлении. Либо это будет, соответственно, выстрел вверх, сбор той ликвидности, которая есть сверху и затем уже поход к нижним целям. Конечно, учитывая фундаментальный фон, который может, во-первых, измениться в любой момент, во-вторых, все-таки он больше располагает на рост золота, здесь вполне возможен такой сценарий, что мы выйдем импульсно, оттестируем линию сопротивления и пойдем дальше в восходящем направлении к верхним целям. Такой сценарий тоже стоит учитывать, поэтому будьте внимательны. Ну а те границ, которые я указал, можно смело пользоваться отложенными ордерами, по крайней мере, на них золото весьма неплохо реагирует. Можете сами убедиться на истории. То есть, несколько раз у нас было такое, что практически без погрешности мы отскакивали от этих уровней. По серебру примерно похожая ситуация. Здесь также мы немножко застряли во флете, не смогли пробить линию поддержки и потихоньку подтягиваем линию сопротивления. Здесь у нас граница 24-94, снизу 25-99 сверху и целевой диапазон. Верхний 26-13, 26-29 и нижний 24-65, 24-81. Собственно, идея здесь точно такая же. Правда, здесь с учетом того, что линия поддержки у нас все-таки остается статичная, линия сопротивления снижается, то я больше рассматриваю вариант выхода вниз и затем поход к верхним целям. Поэтому это будет наш основной сценарий. Поход к уровню 24-94, затем после небольшого отскока, поход к верхним целям. Так, нефть марки Brent. Рассматривали мы вчера сценарий повышения до линии сопротивления, но видим, что чуть-чуть не дошли мы до линии сопротивления и пока что также застряли в небольшом флете. Собственно, здесь тенденция следующая. У нас также есть границы движения цены в обоих направлениях, но учитывая все-таки спекулятивный характер движения нефти за последние несколько дней, я склоняюсь к тому, что мы дойдем до нижних целей, здесь их оттестируем и затем пойдем к верхним целям, причем на пробой трендовой линии и далее движение к нашим дальним целям 57.66, 58.46. То есть это основной сценарий, который я рассматриваю на текущий момент, но здесь возможны различные вариации. На этой неделе у нас также будут новости по запасам сырой нефти, на которых мы можем, например, импульсно выстрелить вверх, собрать ликвидность, которая у нас есть сверху, и спуститься вниз и пойти уже к более дальним целям, например, к уровню 52.94. Поэтому будьте здесь, пожалуйста, внимательны, отмечайте себе границы движения цены. Так, и доллар-рубль. Здесь, в принципе, сценарий, наконец-то, начал выполняться тот, про который мы с вами говорили. Двигаемся мы в восходящем направлении с пробитием трендовой линии. 74.70, 74.11 наши уровни поддержки на текущий момент. То есть если мы к ним будем спускаться, то отсюда можно будет перезаходить, либо добавлять позицию в лонг. Ближайшие цели находятся в районе 76.31, 76.59. Более дальние 78.00, ровно 78.43. Продолжаем придерживаться северного направления. Это все новости на текущий момент. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Хорошего дня и удачной торговли!